В Хнарковске полагает, что прошедшее голосование показало, что Путин не популярный политик. Конечно, все вправе спросить, как же так? Ведь очередная же его победа, и с таким огромным перевесом. Вот, кстати, цифры. Но по мнению Ходорковского, именно эти цифры и доказывают, что Путин сегодня не только непопулярный, но еще и нелегитимный президент. Политик, который верит в свою популярность, призывает голосовать за себя. А вот за что призывал голосовать Путин? Причем призывал голосовать аж с 15 января, целых пять с половиной месяцев. Правильно. За что угодно. Причем за все популистское. А вот о главной поправке, которая действительно была ему нужна, он почему-то молчал, как рыба об лед. Равно, как почему-то молчала и вся колоссальная машина его пропаганды. Исключением стал разве что один Кадыров. Почему? Ответ прост. Путин прекрасно понимал, что проиграл бы любое относительно честное голосование касательно своего обнуления. Есть социологические опросы и исследования. Вот, например, что люди отвечают на вопрос о голосовании в целом за пакет поправок. Ну вот, если вопрос касался именно поправки об обнулении, то народ отвечал уверенно против. И ведь при этом еще нужно делать поправку на то, что многие люди просто боялись дать честный ответ. Да, был период, популярность Путина была просто запредельная. Но в 2020 году, после шести лет экономического провала, все очень существенно изменилось. Уже ясно, что Путин не знает, что делать с экономикой. Не знает, что делать с пандемией и коронавирусом. И он вообще живет прошлым. У него нет понимания, нет видения будущего. Он отстал от жизни и пересидел свое время. И именно поэтому он и пошел на это голосование, прячься за популистские поправки. А вот только спрятаться ему не удалось. Сама процедура принятия этих поправок не только не добавляет ему легитимности, потому что она просто чудовищная незаконная. А она, напротив, снижает и существенно снижает ее. Так зачем же Путин вообще пошел на это? Опять же, ради этой самой легитимности. Ради возможности сказать. Меня поддержал весь народ. Да вот только вся народная поддержка здесь и не пахнет. В прошлом видео Ходорковский призвал людей, которые голосовали против, выложить фото, подтверждающее то, что они голосовали против поправок. Такое фото выложили десятки тысяч людей. Я, кстати, тоже выложил. Это не только фото гритней. Но и фото еще масок, плакатов, футболок с надписями. Это несмотря на то, что многие люди побаивались и продолжают побаиваться выступать против режима Путина публично. А вот много ли людей выложили фото, что они голосовали за? Согласно данных ЦИК, таких фото должно быть очень и очень много. Но мне лично ни одно такое фото не попалось. Нет, конечно, может они и есть. Особенно со стороны людей, которых принудили сделать такое фото. А бюджетников его заставить сделать нетрудно. Но только уже очевидно, что если они и есть, то их намного меньше, чем фото людей, проколосовавших против. Почему такое не совпадение? Да ответ очевиден. Результаты голосования нарисованы. И нарисованы самым наглым образом. Впрочем, как проходило это голосование, мы все хорошо знаем. На пеньках, на лавочках, чуть ли не под кустом. А в некоторых регионах количество людей, записавшихся на электронное голосование, вдвое превысило количество избирателей в регионе. И не зря голосование длилось неделю. И проголосовать было можно и дважды, и трижды. До 2020 года можно было говорить, что Путин выиграл бы и без фальсификации. И не важно, правда это было и неправда, большинство людей в это верили. А вот теперь так уже не скажешь. Теперь уже ясно, что без фальсификации Путину больше выбора не выиграть никогда. Конечно, возможность манипуляций у Путина все еще сохраняется. Так что мы все зря ходили на голосование и потом зря выкладывали свое фото? Конечно нет. Благодаря этому мы уже не предполагаем, а знаем и твердо знаем, что популярность Путина – это уже миф. А это голосование незаконно, нелегитимно и не имеет никакой всенародной поддержки. Давайте посмотрим сюжет. Приветствую, друзья. Вчерашнее голосование доказало, что Путин – непопулярный политик. Вы скажете, как же так? А цифры? Цифры доказывают, что Путин не только непопулярный, но теперь еще и нелегитимный президент. Давайте по порядку. Вот что должен делать желающий получить голоса политик, если он верит в свою популярность? Очевидно, он должен призывать голосовать за него. Это логично. Его популярность – это его капитал. Как мы помним, о поправках Путин заявил 15 января. Считаю необходимым провести голосование граждан страны по всему пакету предложенных поправок в Конституцию Российской Федерации. Прошло пять с половиной месяцев. Сколько раз за это время тот попросил граждан проголосовать за него? За его право быть президентом после ограничения конституционных сроков? Ни разу. Может, возможности не было? Да нет, выступает чуть ли не каждую неделю. Это уважение к человеку труда, к людям старших поколений. Это семья и забота о детях, об их здоровье, нравственном, духовном. Воспитание. Поправки в основной закон в случае вашей поддержки закрепляют эти ценности. Может быть, это мелкая и неважная поправка? Да куда уж важнее. Один и тот же человек собирается, вопреки Конституции, оставаться во главе государства не на 8, а даже не на 12, а на 36 лет. Это все остальные поправки несущественные. Вот все эти союз мужчины и женщины, мрот, память предков, русский язык, они либо просто декларация, либо дублируют уже существующее законодательство. А тогда почему? Почему пропаганда из каждого утюга говорит про второстепенные вещи и молчит про самое главное, про обнуление Путина? Вот только один, Кадыров, говорит то, что на самом деле подразумевается в поправках. Я всегда говорил, мы должны избирать Владимира Путина по жизненным президентам. Объяснение всего этого очень простое. Путин прекрасно знает, что проиграл бы любое относительно честное голосование по продлению своих полномочий. И это не голословное утверждение, это очевидное множество социологий. Если людей спрашивали про общее отношение к поправкам, то цифры были почти равные. Но если вопрос касался поправки об обнулении, то народ выступал уверенно против. Тут еще надо поправиться на боязнь опрошенных давать честный ответ. Ну, они же не знают, им правда социологи звонят или, скажем, социологи в штатском. На участках поправка об обнулении однозначно бы проигрывала. И проигрывала бы с очень значительным отрывом. Ну, просто потому, что от Путина люди устали, потому что он надоел. Вот ушел бы он в 2008 году, остался бы в истории успешным президентом и уважаемым в мире политиком. Мошеннический обратный обмен в 2012 пришлось покрывать войной 2014. И про уважаемого в мире политика пришлось забыть. Но зато он легко бы выиграл любое голосование по жизненному правлению. И вот он тогда думал, что так будет всегда. Но в 2020-м, после шести лет экономического провала, когда доходы людей практически не росли, после очевидной беспомощности пресловутой вертикали во время кризиса, все кончилось. Путин больше не актуален в стране, которую он взялся управлять. Он не знает, например, что делать с экономикой. Он не понимает, как решать проблему той же эпидемии коронавируса. У него нет видения и понимания будущего. Он вообще живет в прошлом. Путин отстал от жизни и пересидел в свое время. Поэтому он не идет на открытое голосование по обнулению, а прячется за популистские поправки. Но спрятаться-то не удается. Сама процедура принятия этих самых поправок столь чудовищно незаконна, что не добавляет легитимности, а отнимает ее. А зачем вообще Путин пошел на эту историю с всенародным голосованием? Да вот ради той самой легитимности ему важно быть всенародно продленным. Но всенародностью не пахнет. В прошлом видео я предложил противникам поправок выложить свои фото и видео в соцсети с хэштегами «нет поправка». Десятки тысяч фото. Бюллетени, маски, футболки, плакаты. И это несмотря на то, что многие хоть и голосуют против, но побаиваются публичности. А вот много ли вы видели фотографий бюллетеней в поддержку обнуления? Ну нет, конечно, если вы руководитель бюджетного предприятия, которое требует от работников фото, угрожая увольнением, то, наверное, видели. А вот так, чтобы не по принуждению, а с гордостью люди, чтобы хвастались, что они проголосовали за. Наверное, есть такие. Но таких меньшинство. А вот по данным циклах должно быть очень много. Странно, да? Вы видите одну, а цикл говорит другое. Социология предсказывает одни результаты, а вам предъявляют другие. Отчего ж такое несовпадение? Да все просто. Результаты голосования наглым образом нарисованы. Они нарисованы, переписаны и сфальсифицированы. Не зря участки для голосования без всякого контроля были на пеньках, на лавочках, в багажниках машин, чуть ли не под кустом. Не зря количество записавшихся на электронное голосование в некоторых районах вдвое превысило общее количество избирателей. Не зря голосование длилось неделю, а проголосовать можно было и дважды, и даже трижды. Вся процедура голосования была заточена под создание возможностей для фальсификации. Но, конечно, результат искажался не только в момент подсчета голосов. Содержание поправок и их количество должны были сбить с толку избирателя. Так, чтобы вот самую главную он пропустил. Поправки предлагались пакетом, хоть это незаконно, знаменитым памфиловским комплексным обедом. Нельзя было голосовать за одну поправку, но против другой. Можно было агитировать за поправки, но нельзя было против, хотя это тоже незаконно. Но и главное – это принудительное голосование. Бюджетники, работники зависимых от властей и производства – это те люди, кто против своей воли, под угрозой санкций, обязан был пойти и проголосовать за. Таких людей по стране миллионы. Вообще принудительное голосование стало основным способом получения высокого результата даже не только сейчас, а на последних президентских выборах мы тогда еще сумели разоблачить эту схему. А вот сейчас принудительное голосование не просто повышает нужный для властей результат, оно меняет результат на противоположный. До 2020 года можно было говорить, что, мол, Путин бы в любом случае бы выиграл. Просто с фальсификациями он выиграл более убедительно. Так вот, теперь ситуация совершенно иная. Путин уже не в состоянии выиграть без фальсификации, без бюджетников, без принудительного голосования, без переписывания результатов и односторонней агитации, без манипулирования вопросом. Вот без всего этого он уже не побеждает. Возможности манипуляции у него пока есть. Тогда что, вы зря ходили на голосование? Вы зря вывешивали в соцсетях фотографии, аватарки, видео? Конечно нет. Конечно не зря. Благодаря тем, кто голосовал, кто громко заявил о своем против, тем, кто наблюдал, тем, кто изучал каждый этап этого обнуления, Благодаря всем вам мы не просто предполагаем, а знаем. Знаем, что популярность Путина – это уже миф. Знаем, что люди не хотят его пожизненного правления. Знаем, что обнуление незаконно, нелегитимно и никаким всенародным голосованием не поддержано. И теперь этот очевидный факт неуклонно превращает режим в тыкву, а кремлевских обитателей – в крыс, которыми они и являются. Всего хорошего. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах. Пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите на конечных заставках. Субтитры сделал DimaTorzok